Частая вот эта история, над которой все еще шутят, да, когда мужчина говорит о том, что ему нужна чистая невинная футбина, и что фразу девушка хозяйственная, которая будет дома сидеть, следить за детьми, которая будет вести быт, домашняя человек, и вот он находит такую, она все для него готова, она верная, она хозяйственная, вот она сидит дома, потом узнает, что он ей сменяет с какой-то там, по его же мнению, прошмандэ, да, он сам говорил, что вот они, посмотрите на них, распущенные женщины, потом оказывается, что он не против повеселиться с распущенной женщиной. И какие же аргументы там начинаются? Ой, да моя уже совсем себя запустила, моя, вот это неинтересно, посмотрите на нее, она там в этих домашних штанах, в тапках на кухне, с тремя детьми на спине, разве мне это нужно? А тут такая роковая, такая красотка на каблучках с красной помадой, я сразу влюбился. Как вы можете меня осуждать? Жена сама виновата. И почему-то вот такие мужчины, ну, несмотря на то, что они оправдывают измену, это вообще понятное дело трэш, не могут понять еще одну очень важную вещь. Редко когда противоположные качества закладываются в одного человека, и милая домашняя девушка способна быть такой же, какая-то роковая женщина, как и наоборот, роковая женщина способна вот так в момент остепениться и стать для тебя идеальной хозяйственной женой. Смотрите, какая у нее точечка такая, да, вот под носиком, прям как цель для, ну вы поняли, да? Потому что разный этот темперамент, разный стиль жизни, разные приоритеты и так далее, а тебе хочется и того и другого одновременно. Сначала ты таких женщин хочешь, потом им изменяешь, таких осуждаешь, но к ним уходишь. И на самом деле девушки-то не виноваты, а виноват мужчина, у которого нереалистичные предпочтения, и который думает, что женщины во всем должны его облажать, и быть просто какими-то вот этими вот вымышленными образами. Она, как говорится, на кухне жена в постели проститутка, мать его детей, бла-бла-бла. Я не отрицаю, что такие женщины есть, они встречаются, бывают, но их не так уж много. Изначально у человека есть какой-то определенный характер, определенные предпочтения. И вот если для девушки на первом месте семья, любовь, быт, там, домашний чак, вот что-то такое, не факт, что она готова на какие-то гиперэксперименты в постели, да, например. Ну и тогда бывает и готова, везде по-разному, просто часто девушки это делают, чтобы мужчине угодить. И, повторюсь, опять же, какая-то роковая красавица, которая все хотят, да, она разъезжает по ресторанам и так далее, все такое вот. Не факт, что она готова прийти к тебе домой и стирать твои носки. Выбирайте себе подобных, расставляйте приоритеты, что вам нужно в этой жизни в первую очередь, чего вы хотите. Есть замечательный компромисс, уверенная в себе самодостаточная девушка, которая готова с тобой как-то разделить быт, но при этом она не гиперхозяюшка, она достаточно такая современная вумен, так мы скажем. Вот она готова и на то, и на другое, и она не определенный типаж какой-то конкретный и прям категоричный, либо такая, либо такая, она просто готова идти на компромисс. Но таких девушек они часто тоже оскорбляют, что типа вот эти современные женщины, мне нужна моя хозяюшка, мне нужна моя... Пожалуйста, берите себе в жены эту хозяюшку, но только вы ее любите, цените, уважайте вашу с ней семью. Ну понятно, ребята, там в принципе дальше, там минуту еще будет бла-бла-бла, в том же духе, как бы ничего нового не будет. Ребята, всем здорово, лучше вот так вот. Вот это вот будет мощнее. Всем здорово, саночь на связи. Во-первых, ребята, если вы хотите взаимодействовать с женщинами бесплатно, без потерь, ребята, вы можете пройти мой курс, который так и называется, как взаимодействовать с женщинами без потерь, на 2 часа в видеоформате, как знакомиться, как побороть страх знакомства, как укладывать их в постель, как вычитать манипуляции, зачем нам женщины, как нам с ними вообще общаться, как ставить себя перед ними и так далее, ребята, вся эта информация там есть. Если вы устали, ребята, снимать за деньги, платить за них, то, ребята, пожалуйста, пишите мне в личку, она в описании ролика и в закрытом комментарии. Напишите там, можете на сайт мой пройти посмотреть, там ознакомиться, там можете сразу мне в личку написать, как вам будет угодно. По поводу конкретно ролика. Ребят, как они только не пытаются оправдать свое лядство, ребята, да, вот. Вот ты ж хотел там девочку, а потом там тебе вот уже не девочка, потому что она там скучная, там и так далее. Ребят, вот они что только не придумают, лишь бы вот, понимаете, вот оправдать все то, что они делают, понимаете. Я понимаю, там сказать бы, допустим, к примеру, там, слушай, я там тебя, точнее, себя там берегла для тебя, там, ля-ля, там, то есть это моя совесть, это моя чистота, там, да, это моя девственность, я там вот. Неважно, в принципе, понимаешь, как поступил мужчина, потому что это его совесть, это его жизнь, ему с этим жить. Ты, главное, береги свою совесть, свою честь, да, ну, по сути дела, как бы она, ага, значит, вы такие, как бы, ну, сейчас я наскакаюсь по херам, да, короче, там, не знаю, там, до 20, до 18, ну, не важно, до скольки, да, чтобы тебе специально достаться такое уже, как бы, я извиняюсь, вот такое вот, да, ты же все равно не ценишь девственность, да, как бы, так нахер мне это даю беречь, да, тогда я пошла кашуток вас гену, это такая логика у них, ребят, ну, это, это разве нормально? Ну, как, как так можно рассуждать? А, раз вы такие-сяки, значит, короче, буду по буям прыгать, как бы, а потом уже, ну, что достанется тебе, то и достанется, короче, ребят, вот, чтобы только не говорить им, ребята, чтобы оправдать это все, ребят, ну, вы знаете правило первое, женщинам верить нельзя.